Часто-часто-часто из-за всех щелей реклама лезет. У меня уже давным-давно выработался иммунитет таким проектам, и не хочется качать их из-за слишком агрессивной рекламы. Но кто сказал, что игры, которые хорошо пиарятся, могут быть плохими? Вот и я так подумал, скачивая Рейд, где меня и подкупила озвучка их главного трейлера, так как голос я всё-таки узнал. И уверен, что этот ролик озвучил у отец Шумору, который является одним из любимейших моих летсплейщиков, и я просто не смог пройти мимо данного шедевра. В целом, игруля оказалась норм. Не лагает, всё красиво нарисовано, грамотно продумано, особенно для выкачки ваших деньжат, так как реклама доната будет вылазить каждый раз, когда вы будете посещать главную страницу после каждой миссии. Да, и не один раз, а понесколько, чтобы продать вам больше. Нет-нет, я не против. Да, это раздражает, но если игра хорошая, почему бы и нет? Я всегда топил за то, чтобы люди больше тратили с деньгами в игры, донатили, поддерживая хорошие проекты. Ля-ля-ля. Итак, вполне себе обычная сюжетная линия в начале игры, бла-бла-бла, главное то, что обучалка выполняет все свои функции на 100%, и по механике игры возникает немного вопросов. Минимализм, наше всё. Однотипные локации с разным фоном на горизонте, и кнопочка автобоя, это тот самый экшен, который вы так ждали. Наслаждайтесь. И то самое разнообразие в игре, которое нам так люто предлагает рекламируя свою игру разработчик. И вроде бы всё норм, и хорошо нарисовано, всё прекрасно, героев со своими уникальными способностями, ну просто усраться, сколько в игре имеется. Даже со скучными однотипными локациями играть есть важно. Ну да ладно. Наверное, так и задумано, чтобы не перенапрягать мифические сервера игры, главное, чтобы не лагало у людей. Упрощённая эквестрая линейка прохождения в соло, те же яйца, только сбоку. И кнопочка автобоя тут кстати-кстати, потому что проходить все шедевы ради новых шмоток быстро надоест. Разработчики это прекрасно понимают, ибо логично же предположить, что в интересных играх не бывает автобоём. Помимо всего прочего, тут имеется как раз-таки то самое, ради чего я вообще играю в игры, а именно PvP. И тут у меня просто разорвало ягодицы от происходящего на арене. Они выдают PvE за PvP, и не стыдятся этого. Только вот такой подход к реализации якобы PvP. Сражения практикуются в очень сука-большом сегменте мобильных игр, что не может не бесить. Оно и понятно, это сильно упрощает разработку механику сражений, соответственно и нагрузку на сервера, что значительно упрощает и удешевляет процесс создания и оптимизации игры, блять. Но давайте разберёмся, что такое PvP и PvE на самом деле. Это PvP, дружище, когда игрок против игрока, а это пупсик PvE, когда игрок против компуктера, и даже если мы наклеим на компуктер никнейм другого игрока, он не превратится в человека никогда. Вот и разобрались, всё просто, да? Не хочу сказать, что рейд плохая игра, хочу сказать, что сейчас популярна подмена понятий, потому что это далеко не первый случай. Подобные решения встречаются повсеместно. При поиске годной игры такая тененция порядком уже надоела, и начинает по-настоящему злить не только меня, но и других юзеров мобильных игр. Ладно бы в лордах, рояль, мобайле и любой другой подобной хрени. Такие арены есть, но они там в тему, и на них игра не держится. Это просто что-то вроде мини-игры. И это просто отличная идея для разнообразия контента, чтобы игроки не заскучали и играли в стратегию, где развитие идёт без сцами. Но главная PvP, составляющая игры, является совершенно другой механикой. Поэтому такие PvE-арены имеют право быть в этих играх. Что касается других игр, где наглую лепят ярлыки PvP вместо PvE, у меня только один вопрос. За что? Кто-нибудь объяснит мне, за что они нас так ненавидят? Неужели разработчики забывают значение слова PvP, ММО, РПГ, ККИ и так далее? Понятно, что это знакомые всем полюбившиеся жанры игр. И в маркетинге PvP привлекает больше внимания, чем PvE-контент. Тем более сейчас активно подсаживают на псевдо-пвп-арены. Так, чтобы скорым будущим стало обыденностью и нормой для игр следующего поколения. А возможно, игроки будущего так и будут выглядеть. Не удивлюсь, заходишь в игру, жмёшь авто и идёшь заниматься своими делами. Герой качается сам по себе, проходит квесты, сам просмотрит все всплывающие рекламы за вас. Главное, чтобы на счётчике циферки крутились. Люди будут спорить о том, что такое настоящее PvP. И одни будут утверждать другим, что PvP это когда есть кнопка автобой и сражение против ботов с никнеймом другого игрока. Кто-нибудь может себе представить всем знакомую линейку с такой вот реализацией PvP-сражений, где в бою один на один или того хуже стенка на стенку, вы бы сражались с кучей ботов, играющих за персонажей других игроков. Да никто бы никогда бы даже и не подумал заложить дом или автомобиль на супер мощную пушку в этой игре. Не то чтобы хорошо, но такие случаи были далеко не редкими, потому что сам процесс PvP-сражений очень сильно затягивал игроков, настолько он был интересен. То есть можно сделать вывод, что разрабы делают свои игры специально менее интересными, чтобы люди меньше играли в их игры и не оставались на улице, покупая супер уникальный топ-шмот для персонажа? Конечно же нет. И скорее всего наоборот чем так. Просто цеплять разучились малеха. Разве все эти подарки за ежедневное посещение игры и даже за ежеминутное время проведения в игре не являются ли инструментом для удержания аудитории как можно дольше в игре? Конечно являются. Более того, вместо чего-то по-настоящему интересного и затягивающего нам пекают вот такие вот подарки, которые нафиг никому не нужны, но получать их приятно. И наше с вами время покупают. Вместо того, чтобы по-настоящему заинтересовать игроков своими разработками и инновациями, угадайте почему? Все верно, так проще. Да и мы в их глазах тупые, ведемся на все это говнецо. Не помню, чтобы раньше играя всем знакомую сегу в Mortal Kombat, мне нужны были вот такие вот хитрые приемчики по удержанию меня в игре, чтобы я дольше в ней оставался. Нет, там было прекрасное пвп, даже не так. Mortal Kombat олицетворение истинного пвп, так как ваш соперник не просто человек играющий против тебя, но еще он находится рядом. И в случае победы над оппонентом можно было подкрепить удовольствие смачным пенделем, ну или выиграть у него мешок конфет, что не может не порадовать. И в этом был стимул развивать свой скилл, ведь мы играли на джойстиков без джойстиков, стирая пальцы в кровь. Играли по очереди, если нас было много, и проигравший отлетал на скамейку запасных, передавая джойстик другому. А сейчас скилл заменили грубым донатом, который дает больше шансов на победу игрокам, у которых скилла меньше, ну а денег в родительском кармане больше. А как же браузерки старого поколения? Может кто-нибудь помнит еще? Они же были по-настоящему интересными. Бойцовский клуб, например. Или Герой меча и денег, Травиан, Война племен. Помните? Хорошие же игры были с нормальным и честным пвп. Или вы хотите мне сказать, что на телефоне реализовать нормальное пвп сложнее, чем в браузере или на приставке. И вы действительно так думаете? Камон, есть же игры с хорошим пвп, в которых ничего не лагает и графика в порядке. Даже если взять мои любимые игры, которые я озвучил в одном из прошлых роликов, в качестве личного топа, у них есть кое-что общее, а именно интересные боевки с другими игроками. Не считая метро, конечно же. Ладно, не буду грузить, но молчать я тоже не могу. Просто подумайте, хорошо это все или плохо, и какие игры нам ждать в будущем от мобилок. С вами был ваш любимый царь Мамон. Всем пока. Нет, давай. Ну, понимаешь, темный свет. Не, ну тебе реально для брата на жопу жалко, что ли? Целуй. Вот так. Стань куда-нибудь. Все, ногой, ногой, ногой. Ну, блядь, ну не настолько же. Сейчас мы настроим это. Мне главное, чтобы ты... Я не знаю, я чем-нибудь естественным занимаюсь, а там. А ты естественно, если я буду вот так стоять? Главное, чтобы твоей крокодилей морды не видно было. Ха-ха! Ха-ха! Продолжение следует...